Дорог много, а единой транспортной системы нет. Если мы не будем заниматься сегодня пробками, то завтра проехать будет просто невозможно. Дальнейшее развитие Краснодара, как бы мы ни проектировали, ни планировали, без дальнейшего развития транспортной инфраструктуры развязок дорог невозможно. Попытки реконструировать узкие места в прямом переносном смысле этого слова никаких результатов не дают. Наверное, надо искать решение не в реконструкции узких мест, а в глагобальном разрешении этой проблемы. Нужен системный подход к развитию транспортной инфраструктуры. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, директор муниципального предприятия «Сочи Автотранс» Олеся Лукашевич. Здравствуйте, Олеся Викторовна. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. 8 апреля «Сочи Автотранс» отметит свой 20-летний юбилей. С каким багажом вы подошли к этой замечательной дате? И вообще, как изменилось предприятие и в целом, по-вашему, сфера транспортного обслуживания в городе Сочи? Да, 8 апреля 1997 года предприятие создано распоряжением администрации города Сочи. На тот момент имело, по-моему, всего 12 автобусов, как мне представляют сейчас исторические данные. И было создано для перевозки пассажиров в городе Сочи. На сегодняшний день МОП «Сочи Автотранс» является самым крупным перевозчиком в нашем городе. Обслуживает предприятие 100 маршрутов. Из них 21 городской и 78 пригородных маршрутов. Охватываем территорию мы огромную. От Магрии и до Веселого. Почти что до Абхазии. То есть вся протяженность города – это, в принципе, вся маршрутная сеть нашего предприятия. На сегодняшний день предприятие уже имеет 366 единиц подвижного состава. Как вы замечаете, по городу автобусы новые, большие. То есть в чем наше преимущество? Это то, что мы имеем автобусы средней и преимущественно большой вместимости. То есть это удобно и для граждан. Автобусы оборудованы аппарелью. То есть они позволяют перевозить маломобильную категорию граждан. И в целом, как бы, это правильно в городе планировать перевозки автобусами большой вместимости. Потому что, соответственно, чем больше автобус, тем меньшее его количество нужно. И что позволяет разгрузить уличную дорожную сеть города. Автобусы все новые у нас приобретены в 2013 году. Это 278 единиц. Приобретены по договору лизинга. В преддверии проведения Олимпийских игр в городе было принято решение с помощью администрации города как бы обновили весь подвижной состав. И еще 108 единиц автобусов марки Лиас это предприятию подарил город в 2012 году. Вот этим транспортом и работаем. Есть еще на предприятии автобусы средней вместимости. Они работают преимущественно в отдаленные села. Большая их часть в Лазаревском районе. Так как и пассажиропоток там, конечно же, меньше. И по количеству проживающих граждан в принципе, там этого транспорта достаточно. Но я думаю, жителям это тоже приятно. Он все равно новый, они оборудованы кондиционерами. Ну вот, в принципе. Так, предприятие на сегодняшний день имеет три производственных базы. Они расположены во всех районах. То есть в Лазаревском, это самое удаленное, в центре и в Адлерском районе. Безусловно, лицо вашей компании это, конечно же, водители, которых каждый день мы встречаем в автобусе. И укомплектован ли сегодня штат? Есть ли текучка кадров? Какие-то проблемы с кадрами? И, к сожалению, конфликтных ситуаций не удается избежать на линии. Как с этим боретесь? Как боретесь за повышение качества обслуживания? Как все эти ситуации решаются у вас внутри предприятия? На сегодняшний день штат укомплектован достаточно. Текучка кадров, она, конечно же, есть. Но я бы не сказала, что она прям текучая. Она, естественно, абсолютно, потому что долгое время престиж профессии водителя, он, в принципе, был утерян. И последние вот года средний возраст водителя в предприятии – это 50 лет, 55. То есть мы ждем на смену молодежь. Но в связи с тем, что много сейчас направлений в других отраслях, и, в принципе, наверное, престиж другой, или я не могу объяснить, почему, но не удавалось привлечь молодежь на работу. На сегодня я знаю, что эту пропаганду активно ведут и государственные органы, и мы повышаем интерес этой профессии. И оплачивается эта профессия, в принципе, сегодня неплохо. Вот, конечно же, плюс еще текучка у нас идет по отбору. То есть все мы знаем, что общественный транспорт – это объект повышенной террористической опасности в соответствии с 16-м федеральным законом о транспортной безопасности. Автобусы все оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками. Видеонаблюдение выведено онлайн на все службы города. То есть все это сразу сообщается. И немаловажно это, соответственно, требования к водителю. То есть он должен быть обучен, он должен быть стрессоустойчивым, он должен быть опрятным. И это все занимает очень большой процесс подготовки. То есть на самом деле это не так легко, как кажется. Водители, которые обслуживают сложные маршруты, например, вот Сочи-Красная Поляна или Сочи-Лазаревская, то есть туда нельзя поставить новичка, который только что пришел со школы. Это считается, наш город имеет сложную рельефную местность. Ранее было такое понятие, как горный маршрут в законодательстве. Сейчас оно уже утилизировано. И, конечно же, туда только опытный водитель уже свыше трех лет, который работает, только туда он допущен. И, конечно же, все вкупе со всем. То есть это большая подготовка. И некоторые просто не хотят, не выдерживают до конца, потому что если пришел водитель со школы, и мы его определяем к водителю-наставнику, то есть у нас имеются в предприятии такие удостоверения водителя-наставника выдает также автошкола, то есть учебное заведение. Это определенные экзамены, это определенные требования. И для того, чтобы его самостоятельно выпустить в рейс, он только месяц стажируется рядом с водителем. То есть он проезжает все маршруты, изучает тарифы, изучает расписания. Он учится обращению с людьми. И вот с этим, в принципе, и связана подготовка. Вы упомянули и стрессоустойчивость, и клиентаориентированность. Как работаете над этими позициями? Потому что, как я уже сказала, конфликтные ситуации все-таки случаются с пассажирами. И очень часто. Конфликты с ситуацией, да, действительно имеют место быть. Но в защиту водителя бы хотел сказать, что их существенно уменьшилось. По сравнению с тем, что было раньше. Открыты горячие линии, открыты интернет-ресурсы. То есть сейчас происходит, что пассажир может обратиться, в принципе, тут же. Почти что онлайн. В конфликте, как говорится, если он имеет место быть. И принимаются. Во-первых, эта ситуация тщательно разбирается. Потому что не исключены такие случаи, что не всегда виноват водитель. То есть бывает такое, что виноват и пассажир. Бывает такое, что пассажир думает, что у него есть только права. У пассажира, так же, как и у водителя, есть еще и обязанности. И бывает у кого-то день не заладился. То есть абсолютно. Во-первых, это сразу снимается видеонаблюдение. Это сразу комиссионно оно просматривается. И если подтверждается факт того, что водитель вел себя неправильно, неважно в чем, нагрубил, не остановил или изменил там самостоятельно схему движения. Неважно. Или просто недобро посмотрел. Бывают и такие замечания, что вот мне не понравился его взгляд. Конкретно на меня. Ну что ж, все это разбирается. И уже, ну не буду скрывать, от степени тяжести конфликта уже принимаются решения административного воздействия. То ли это выговор, бывает такое, что сразу безоговорочно увольнение. Очень жестко я разбираю случаи, если это касается женщин с колясками, если это касается беременных женщин и пожилых людей. Здесь вот я веду себя безжалостно. Но есть еще такое же, опять-таки, мнение среди пассажиров, что водители скрывают прибыль и присваивают часть выручки себе. Как эти случаи разбираются, имеют ли они место быть по-вашему? И система обелечивания, как она работает? Потому что не в каждом автобусе, зайдя и оплатив проезд, можно получить билет. Как вы это контролируете? На предприятии создана, вот, после, с моим приходом, скажем так, да, первое, что сделала, это создала службу контрольно-ревизионный отдел. Сколько лет назад она появилась? Она появилась буквально осенью. То есть совсем недавно. Что здесь сказать? В свое время работа с кондукторами, она, как таковая, была утилизирована в городе, в принципе, потому что это очень большие штаты, и они не всегда экономически оправданы. Но, как мы знаем, в больших городах, в миллионниках, без них не обойтись. То есть это пассажиропотоки серьезные. Все-таки в Сочи эти пассажиропотоки поменьше. Но такие случаи бывают о том, что водители присваивают выручку. Мы с этим боремся активно, очень. Как мы это выявляем? Во-первых, это ежедневный контроль на линии. То есть эта служба, она создана для того, чтобы проверять водителя и проверять билеты у пассажиров. Но, как мы столкнулись, с чем при создании этой службы? А у пассажиры билеты не берут. И это то, о чем я сказала ранее. Есть правила пассажирских перевозок, в которых обозначено четко, что пассажир обязан потребовать билету водителя. Ведь когда люди приходят в кассу, в железнодорожную или в авиа, они же не уйдут, пока билет им на руки не дадут. Почему-то многие считают, что автобус это не подразумевает. Хотя это тоже транспорт общественный. И просто должен пассажир требовать билет. Это первое. Второе. Оплачивать пассажир проезд должен при входе. Есть моменты еще, когда при выходе выдается билет. Это неправильно. С этим мы тоже боремся. Это мы тоже контролируем и проверяем на линии. И потихоньку от этого уходим. Потому что, помимо того, что это отчетность финансовая, это еще в свою очередь билет является договором между пассажиром и перевозчиком. То есть, когда у человека на руках билет, он может относительно чувствовать себя безопасно в чем? Не дай бог. Дорога, да, бывает все. Бывают ДТП, бывают несчастные случаи, бывает еще что-то. И при наличии билета у пассажира, он может воспользоваться своим правом. Все они застрахованы, наши пассажиры. То есть, в случае каких-то несчастных случаев, он может получить эту страховку. Он должен иметь билет на руках. Конечно, это является договором эфир открытым. Мы уже с вами говорили о транспортной реформе, которая случилась еще в период подготовки к зимним играм. Но сейчас опять грядет таковая, уже к Кубку Конфедерации, к Чемпионату мира по футболу, который уже совсем скоро пройдет в нашем городе. Как вы готовитесь к этим мировым событиям? Это первое. Ну и второе. Не так давно прошел матч, тестовый матч России и Бельгии. И компания «Сочи Автотранс» тоже принимала в транспортном обслуживании самое активное участие. Как все прошло? Это первое. И как готовитесь к предстоящим футбольным баталиям? Это второе, пожалуйста. Да, 28 марта прошел тестовый матч Россия-Бельгия. То есть, с большим волнением, но мы его обслужили. Мы получили высокую оценку. Нам удалось вывести всех желающих, как говорится, пассажиров. Конечно, нам в помощь другой вид транспорта. Это железная дорога. Но, несмотря на это, человек, который хотел воспользоваться автобусом, он воспользовался беспрепятственно. Автобусы комфортные, большие. Они уходили во все направления, которые людям нужны были. Мы посмотрели о том, что это основные направления. Это близлежащие, соответственно. Это Адлер, Хосток, Удепста, Сочи. Самые, скажем так, наполняемые. И этот матч, этот день, 28 число, позволил нам увидеть, куда эти потоки направляются. Позволил понимать, какое количество транспорта нам будет необходимо для Кубка Конфедераций. Где-то мы, если видели свои недостатки, мы их, конечно же, тут же будем прорабатывать. Ну, все прошло замечательно, 28 числа. И многое, чего мы для себя уяснили, как мы будем действовать на Кубок Конфедерации уже, когда потоки будут и больше, и основные, скажем так, дни соревнований. Вот, в принципе, готовимся к Кубку мы, значит, скажем, уже долго, упорно, серьезно. Помимо основных перевозок к нам в помощь из края приходят еще 100 автобусов большой вместимости. Предположительно, еще будет дополнительно 6 маршрутов шаттлов, которые, ну, как раньше говорили, экспрессы, да, которые будут курсировать по городу. И, конечно же, будут такие маршруты, которые будут перевозить не только жители и гостей, которые будут перевозить и волонтеров, и команды, и весь персонал, который задействован вообще в организации этого Кубка. Работа глобальная и достаточно серьезная. Я знаю, что сейчас автобусы создают такое настроение в городе, потому что они украшены уже символикой предстоящих чемпионатов. Как много таких автобусов сегодня уже? Можно увидеть на улицах города. Их еще не все брендированы. Часть автобусов где-то около 100 единиц. Они уже, скажем так, обклеены символикой. И еще мы ожидаем, конечно же, я думаю, весь транспорт, как и к Олимпийским играм, это события города. Кто-то даже ожидает большего наплыва, чем к Олимпийским играм. Все-таки это распространенный вид спорта, футбол. И брендированы, мне кажется, будут все автобусы. И бренд, он будет создан на уровне Российской Федерации. То есть даже не мы его выбираем. И я думаю, что весь транспорт, конечно же, будет брендирован. Впрочем, парк автобусов обновляют не только к международным событиям. В этом учебном году 70 новых школьных автобусов разъехались по разным районам края. Это сегодня новые автобусы, как на выставке, из кресел еще даже не сняли пленку. Но уже через три дня они выполнят важную миссию. Доставят сотни ребят на главный в учебном году праздник. В преддверии Дня знаний свою оценку им дают директора школы-водители. Современные мягкие кресла, отдельное место для портфелей и новая система ремней безопасности. Почти как в гоночных автомобилях. Фиксируется все тело, а не только пояс. Для сельских школ такие автобусы вовсе не роскошь, а жизненная необходимость. У меня в школе обучается 1200 человек. Из них 380 на подвозе с 7 хутором. И в автопарке школы три автобуса. Поэтому этот автобус, он нам действительно нужен. 70 новых автобусов разъедутся во все районы Кубани. С таким подарком перед началом года педагогов и их учеников поздравил губернатор. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно. Чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы это не только процесс обучения, воспитания. Это не только праздники школьные, это конечно и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. Насколько удобно ученикам будет добираться на занятия, Внемин Кондратьев проверил лично и проехал в одном из автобусов. Хороший современный автобус, комфортабельный для детей, но что еще лучше надо. Ну и я еще хочу добавить, что въезд в Сочи в дни проведения Кубка Конфедерации ограничивать не будут, как это было, например, в дни проведения Зимней Олимпиады. Об этом сообщили на селекторном заседании штаба по подготовке Кубка Конфедерации. Его в Сочи провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он отметил, что у Сочи накоплен уже большой опыт в организации крупных турниров, и он будет полезен и на предстоящем Кубке, в том числе в вопросах транспортного обеспечения. Ограничений на федеральных трассах в этом году не будет. За 2018 год, понятно, что говорить пока рано, показательным будет 2017 год, но мы с вами отдаем отчет и реально понимаем, что локальные оперативные ограничения и перекрытия все равно придется вводить. Информация о всех ограничениях будет предоставляться заранее, чтобы водители могли продумать пути объезда. В направлении стадиона Фишт определено 7 маршрутов общественного транспорта, на которых болельщики, волонтеры и клиентские группы смогут перемещаться бесплатно. Это 150 автобусов. Ну а для всех остальных пассажиров сохранится обычный режим оплаты. Также уже известно, что в городе увеличат количество ласточек. Кроме того, на остановках появится электронное табло, информирующие о времени прибытия транспорта, которые останутся в городе и после турнира. Временную разметку на дорогах и знаки начнут устанавливать на курорте уже в апреле. Ну и, как подчеркнул Вениамин Кондратьев, важно не только утвердить схему движения автомобилей, но и провести информационную работу среди жителей, чтобы не было многочасовых заторов и чтобы туристы и болельщики не мешали друг другу. Жители города должны понимать эту схему. Они первыми должны ее обкатать, а потом и отдыхающие, и болельщики. Схема должна быть жизнеспособной, быть не на бумаге, а реальной, исходя из того, что город будет так жить. Все должно работать как часы и штатно. Именно на мнение жителей опирается руководство края при формировании маршрутов в разных его уголках. Наглядный пример в нашем следующем сюжете из хутора Трудобеликовский. На дорогу с работы домой жителям хутора Трудобеликовского теперь нужно не больше получаса. Еще буквально месяц назад для большинства добраться из Славенска на Кубань в соседний Красноармейский район было чуть ли не самой главной проблемой. Путь всего 6 километров казался непреодолимым с тех пор, как сократили автобусный маршрут. Люди в основном пешком и добираются через мост Славенска. Больше 7 тысяч жителей. Самый большой хутор в мире. Трудобеликовский даже занесли в книгу рекордов Гиннеса. С гордостью рассказывает Елена Боярка на июльском приеме у руководителя региона. Фактически хутор находится в Красноармейском районе, но практически вся жизнь его связана со Славенским. Все дело в том, что он на границе двух муниципалитетов и ближайший район и центр соседний. Но вот попасть в город за мостом, лишившись единственного автобуса, оказалось почти невозможным. Многотысячный хутор, а добраться до города на работу, отвезти ребенка в детский садик, доехать больному до больницы. Также бабулечка вырастила там что-то на рынок. Элементарно в город Славенск на Кубани не на чем добраться. Сегодня 192-й автобус вновь вышел на маршрут. Это поручение Вениамин Кондратьев дал местным властям сразу же после обращения жительницы. Тогда руководитель региона довольно строго высказался в адресковый Красноармейского района и на решение проблемы отвел не больше месяца. Понятно, компетенции департамента транспорта, края, я не спорю, это по форме, по форме. А по содержанию, конечно, вы должны первые были быть на базе, чтобы понимать, чтобы эту проблему решить. С подачи, на мой взгляд, это должно делаться не заявительницы, а с вашей подачи, по большому счету. И на троих сообразить главам Славенска на Кубани, вы и руководитель департамента транспорта. Я думаю, что эту проблему давно бы решили. На самом деле большой хутор, и людей, если процентов 70, даже половина работают в Славенске на Кубани, то эту ситуацию на самотек никак нельзя было пускать. А вот в Краснодарском поселке Российском, на улице Комарова, маршрутки автобуса всегда ходят по расписанию. Но до недавнего времени горожан беспокоил другой вопрос, где транспорт должен останавливаться. С ним Александр Терещенко и пришел к главе края. Автобусы останавливаются стихийно, в местах вообще не предназначенных, не обустроенных. На приеме краснодарец узнал, что на его улице по обе стороны уже начали монтировать остановочные павильоны. Этот вопрос Кондратьев поручил держать на контроле мэру города. Правда, пока здесь установили временные конструкции. Их заменят на более современные после капитального ремонта самой улицы. А успеет ли решиться Кубку Конфедерации вопрос с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте? Этот вопрос сейчас находится уже, скажем так, на финишной прямой. Конечно же, мы очень хотим успеть. И работа ведется серьезно. Уже в мае и в июне, по крайней мере, в муниципальном транспорте будет запущена эта система. В первую очередь она будет запущена на маршрутах, которые непосредственно обслуживают Олимпийский парк, там, где будет основной наплыв людей. И, конечно же, по ходу это будет весь город. И начнет, я так думаю, муниципальное предприятие. И, конечно, тут же это требование ко всем перевозчикам, потому что это удобно, это современно, это прозрачная финансовая отчетность, это сразу уйдут все кривотолки по поводу присвоения выручки, либо нет. И это очень важно для планирования перевозок, для того, чтобы правильно спланировать. То есть, если где-то людям добавить автобуса, где-то, может, наоборот, как-то упорядочить движение. То есть, сама безналичная система, она дает очень много положительных моментов. Почти что одни положительные моменты. А как это конкретно будет работать? Это будут какие-то специальные транспортные карты, которые нужно приобретать, или какие-то банковские карты, как можно будет оплачивать проезд? Уже продуман этот вопрос? Да, конечно. То есть, основные технические возможности, они уже проработаны, они уже озвучены. Это своего рода валидатор, который крепится на поручни, который позволяет как считывать и банковские карты, так считывать и карты жителей. И я думаю, что к этому моменту уже карты жителей тоже будут продуманы. В больших городах она в себя включает несколько видов транспорта. Это метро, это электрички. Единая карта. В нашем городе пока этот вопрос обсуждается. Но в любом случае валидатор позволяет считать практически любую карту. И жителя, и банковскую. И мы призываем к тому, что всё-таки безналичное оплате. Но если это гость или человек, который на ходу заскочил в автобус, то есть наличный расчёт не исключён. На этот случай имеется карта водителя, которую он откроет смену и закроет. И в случае наличной оплаты он также эту карту приложит к валидатору. И этот пассажир будет учтён. Помимо этого в эту систему входят датчики подсчёта пассажиров. То есть это над каждой дверью стоит датчик. Естественно, все пассажиры, которые прошли в автобус, они будут учтены. Очень хорошая система. Будем ждать, когда она будет уже работать. Ну и насчёт стоимости проезда тоже хотелось бы поговорить. Сегодня она составляет 19 рублей. Вот ваше личное мнение. Насколько эта цифра сегодня экономически выгодна? И какой тариф был бы по-вашему обоснованным? Это даже ни мнение, ни секрет. Экономику мы просчитываем. На сегодняшний день себестоимость перевозки одного пассажира нам обходится в 24 рубля 80 копеек. То есть это и есть, грубо говоря, тот экономически обоснованный тариф. Тариф 19 рублей. Он установлен администрацией города Сочи для наших жителей. Вот в принципе. Экономически выгодный тариф сегодня это 25 рублей по городу проезд. К сожалению, да, тариф ежегодно, он растёт. Но мы понимаем также, что хорошие комфортные автобусы, их надо содержать. И запчасти дороже, и топливо, мы видим, дорожает. И зарплаты индексируются работникам, потому что жизнь в целом дорожает. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли. И с предстоящим вас юбилеем и всех ваших работников. Да, спасибо. Всего самого хорошего. До свидания. Ну, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня была Олеся Викторовна Лукашевич, директор муниципального предприятия «Сочи Автотранс». Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живёт наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова